Башкортостан полностью погасил госзайм, который республика оформляла в 2013 году. Минфин региона выплатил 28 миллионов 600 тысяч рублей по 28-му купонному доходу по облигации. Стоимость одной облигации составила 5 рублей 72 копейки при ставке купона 7,65%. Минфине отмечают, что в результате погашения объем государственного долга региона уменьшился с 15,5 до 14 миллиардов рублей. 12 миллиардов от этой суммы составляют бюджетные кредиты, оставшиеся две банковские. На 30 сентября этого года Минфин запланировал размещение гособлигаций на сумму в 5 миллиардов рублей. Срок обращения составит 5 лет. Генеральным агентом по выпуску ценных бумаг выступит Сбербанкип. На строительство восточного выезда из Уфы из федерального бюджета дополнительно выделят 2 миллиарда рублей. Об этом стало известно на встрече ради Хабирова и председателя совета директоров турецкой компании «Лимак Холдинг» Нихата Оздемира. По словам главы региона, восточный выезд – самый масштабный транспортный проект для Башкортостана за последние годы. Он очень важен для всей системы. Руководитель турецкой компании поблагодарил власти республики за совместную работу. В свою очередь, старший вице-президент банка ВТБ Юрий Молчанов проинформировал, что сейчас на стройке работают 750 человек, каждый второй рабочий из Башкортостана. В планах увеличить число строителей до 1300. Подрядчики уже выполнили горнопроходческие работы в автодорожном тоннеле со стороны проспекта Салавата-Юлаева. Начали подготовку к проходке тоннеля во встречном направлении со стороны реки Уфы. Уфа – очень быстро развивающийся город. На данный момент уже население 1 миллион 200 тысяч человек. Причем тенденция такая, что город будет расти. И, конечно, восточный выезд существенно может разгрузить транспортную систему нашего города, нашей столицы. Мы, конечно, очень признательны правительству Российской Федерации, которое поддерживает нас в этом проекте, потому что без этого действительно было бы сложно двигаться. Мы уже федеральный транш получили, полтора миллиарда, и будем надеяться, что 15 сентября в ходе совещания у заместителя председателя правительства было принято решение о дополнительном выделении тех 2 миллиардов рублей, которые мы очень ждем. Проект «Восточный выезд» реализуется в рамках соглашения между Башкирской концессионной компанией и республикой. Срок концессии – 25 лет. Строительством занимается компания «Лимак Холдин», которая имеет опыт возведения нового аэропорта Стамбула – Лионского аэропорта имени Сент-Экзюпери. Еще одним крупным проектом компании является создание турецкой плотины в Аркцвине. В Пашкортостане малые нефтяные компании планируют втрое увеличить объем добычи нефти в следующем году. Об этом сообщили в Минпромэнергетики региона. Ожидается, что в сутки они будут добывать вместо нынешних 60 тонн – 200 тонн нефти. Объем инвестиций составит 1 миллиард рублей. Сегодня в республике работают 11 малых нефтяных компаний. Им принадлежат лицензии на разработку 17 нефтяносных участков в 8 муниципалитетах. На конец прошлого года было открыто еще 4 месторождения с запасами около 2,5 миллионов тонн нефти. Итого на 25 участках, которые сегодня поставлены на государственный баланс региона, общий объем запасов составляет около 15 миллионов тонн. Республика Пашкортостан имеет все возможности стать примером инновационного рывка для всех остальных регионов России. Со своей стороны республика может поддержать здесь своими мерами поддержки по субсидированию энергозатрат на оборудование, заемное финансирование, повысить его доступность. Возможно еще компенсация процентной ставки по инвестиционным кредитам. Напомню, как сообщал РБК Уфарания, к 2025 году малые нефтяные компании региона планируют добывать до миллиона тонн нефти в год. На развитие данного направления республиканские власти направят 15 миллиардов рублей. Самой прибыльной за пять лет футбольной командой России стала Уфа. Горожане возглавили рейтинг, составленный немецким специализированным порталом «Трансфермаркт». Его аналитики сравнили затраты на покупки и выручку с продаж игроков за последние пять сезонов. За это время клуб Уфа приобрел игроков на сумму чуть более 6,5 миллионов евро, а продал на 26 миллионов 750 тысяч евро. Если бы не летние покупки, лидером российского рейтинга стал бы ЦСКА. С учетом же масштабной трансферной кампании он находится в плюсе на 6,5 миллионов евро. Самые большие убытки у московского Спартакаеву. Функционеры выручили с продаж игроков на 56 миллионов евро меньше, чем потратили на их приобретение. Наибольшая же сумма трансферов на вход у питерского «Зенита» почти четверть миллиарда евро. Очень горды тем, что мы в России на ведущих ролях в плане экономики. Другое дело, что, конечно, хочется когда-то выйти и куда-то снова ближе к Еврокубкам, где мы, как вы знаете, один раз сыграли. Это дает для республики очень большое продвижение. Когда многократно упоминается Уфа, Башкортостан в разных мировых СМИ, то, естественно, это моментально дает цитируемость и моментально дает интерес к республике. В мировом рейтинге лидируют португальские, голландские и австрийские клубы на вершине Бинфика. Клуб получил прибыль больше, чем все российские команды вместе взятые – более 400 миллионов евро. А вот на третьем месте – Рэдбулл Зальцбург, заработавший почти 300 миллионов евро при трате в 90 миллионов. Напомню, что его владельцы футбольные эксперты относят к потенциальным покупателям уфимской команды. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.